Доброе утро всем! Ботертов, Гудмонин, Цафратава, Доброе утро на Украинском? Здоровеньки булы! Здоровеньки булы! Добрый ранок! Добрый ранок! Подстал у меня совсем здоровеньки булы! Добрый ранок! Все знают, что добрый ранок! Все, мы продолжаем изучать величайшую мудрость царя Соломона. Это письменная Тора. Майя Ройфа нас уже смотрит. Все, значит, можно начинать. Лилия Бирман. Все, мы продолжаем изучать величайшую мудрость мудрейшего из людей царя Соломона. И, значит, мы уже дошли до 18 глава. Сегодня 137 урок. Яков Шатанин, Анна Яманова. Шалом! Доброе утро! Прям ракета! Да. И, значит, все, двигаемся дальше. 18 глава, и мы сегодня дошли уже до 20-го отрывка. 20-й отрывок. Значит, в чем здесь как бы связка с предыдущими? В предыдущих отрывках мы говорили о том, что вот есть между людьми суды, ссоры. И иногда бывает, что две стороны, они прямо обе правы, и нам предлагалось рассудить в гараре, да, этим жеребием. Да, бывает, что нерешаемая ситуация, и верующий человек, он полагается на Бога и говорит, все равно же все от Бога. И, значит, если я не знаю, как поступить, то давай сейчас отдам решение на волю Всевышнего. Это все мы изучили. Теперь 20-й отрывок нам дает ключ. Ключ. Вообще, я считаю, что это, ну, ключевая тема, ключевая тема вообще в жизни. Не только в притчах, а вообще в жизни. Значит, давайте посмотрим, что здесь написано. Мипри пи иш тизба бетно. От плодов рта человека насытится его живот. Твуат сватав изба. Значит, урожай своих уст, он будет, он им будет насыщаться. Значит, как это работает? Что это значит? Нам Малгом объяснил, что вот когда говорится рот, имеется в виду мышление внутреннее. Когда говорится уста, имеется в виду разговор, то, что человек произносит наружу. Теперь получается, что внутренний вот этот диалог и вообще то, что человек себе говорит о окружающем мире, это является для него той реальностью, в которую он попадает. То есть человек не живет в реальности как таковой, потому что реальность как таковая, она не описывается словами. Вот маленький ребенок, он видит поток, он видит предметы, он может эти предметы пощупать, почувствовать. Но у него нет слов, которые объясняют ему, что это за предметы, что это для него значит, и какие у него есть ожидания от будущего, и какие у него есть воспоминания из прошлого. Все это потом попадает в человека в виде слов, в виде выражений, в виде речевых разных моделей. И дальше вся жизнь человека настроится на его внутреннем диалоге с собой и на его внешнем диалоге с другими людьми. Все, вот это вот ключевой параметр, который управляет жизнью каждого. И вот прямо сегодня маленький разговор, сегодня утром там на молитве я с одним человеком разговариваю, и я ему говорю, а может книгу написать? Он говорит, я не могу типа книгу написать, но я ему советую, да, напиши книгу. Там очень умный человек. Он говорит, я не могу. Я говорю, почему? Нет того, нет того, нет того. Я говорю, нет, ты не можешь, ты не хочешь. То есть если бы ты хотел, и ты бы сделал, просто сказал бы, мне это надо, ну хотя бы как запустил бы процесс, да, а потом бы не получилось, ты мог бы сказать, я сделал 10 действий, и эти действия, они привели к результату. И то нельзя сказать, я не могу, это тоже не будет правдой. Слово я не могу, это барьер-шлагбаум, который сам человек устанавливает. Теперь, ну я ему говорю, ты не хотел, потому что намерение человека, то, что внутреннее его, его никто не может остановить от того, чтобы сказать, я хочу написать книгу, я хочу залезть на Эверест, я хочу там стать, я не знаю, тем угодно, да, человек может захотеть. Дальше он может сделать какие-то действия, потом он себя объясняет, ну и так далее. То есть все строится у человека, у каждого человека, все строится в его внутреннем вначале диалоге с собой, а потом диалог с другими людьми. Поэтому 20-й отрывок звучит так. От плодов в рта человека насыщается его бетон, его внутренности, да. То есть человек с собой говорит, и один человек себе говорит, блин, какой я несчастный. Мы уже учили, жалобщик, он как бичом себя бьет. Он, вот какой я несчастный, как мне там не повезло, почему я там не там родился, не тогда родился, ну не тем родился, да. Человек может себе все что угодно выдумать. Но от этого насыщается его внутренность, потому что он может или себя насытить, или сделать себя всегда голодным. То же самое. Что значит себя насытить? Насытить себя, сказать, блин, вообще, как прекрасно я живу, какая у меня жизнь, какой кайф вообще, у меня есть намного больше, чем было 200 лет назад у царя какого-нибудь, да. Общик себя насытил, если он себе так подумал. Или наоборот, как сделать себя голодным. Блин, по сравнению с Васей мне не хватает вообще, у Васи денег больше, у Пети денег больше, а посмотрите на там, на кого посмотреть, чтобы вообще полностью расстроиться. Ну можно найти на кого посмотреть, чтобы полностью расстроиться, да, вообще. Это значит, что человек, он себя или насыщает, или нет. Кто такой, кто такой богатый по Торе, это тот, кому, кто счастлив своему наделал. То есть тот, кто своему наделал то, что у него есть, он этому счастлив, он становится в этот момент богатым. Кто несчастлив, он становится бедным. Понятно. Еще раз. 20-й отрывок, 18-й главы. От плодов рта человека насыщается его живот. Твуат сватав, урожай его уст, изба будет его насыщать. Дальше человек, когда он сам себе рассказал свою историю о себе, и о своих шансах на успех, и о своих потребностях, и о своих непотребностях, то человек себе вначале внутри нарассказал вся этих историй о себе, потом он обращается к другому человеку, и есть известная история, как оговорьте по Фрейду, когда муж хотел жену попросить, чтобы она ему соль передала, и говорите, ты мне всю жизнь испортила. Оговорьте по Фрейду. Ну, просто такая иллюстрация, да. То есть, он, значит, это сказал, или, ну и так далее. То есть, коммуникация с другими людьми, она является отражением того, что человек сам себе внутри надумал. Дальше, как говорят, что люди с заниженной самооценкой, и которые боятся мнения других людей о себе, так они на самом деле, они о себе низкого мнения, и боятся, что другие люди подтвердят их низкое мнение, да. То есть, но уже в коммуникации человек выражает свой внутренний мир. И поэтому, опять же, дальше получается, он насытится или он не насытится, это зависит от того, как он умеет коммуницировать, умеет или не умеет. Есть люди, которые умеют просить совет, есть, которые не умеют. Есть люди, которые умеют просить о помощи, есть, которые не умеют. Есть люди, которые умеют говорить приятные вещи другим людям. Есть люди, которые умеют их ругать и говорить про них гадости в лицо или за спиной. И каждый получает плоды своих уст. То есть то, что по итогу приходит к человеку от других людей, это следствие того, что он вкладывает других людей, но как бы основа всего это его беседа, его разговоры с другими людьми. Вот это был двадцатый отрывок. Дальше продолжение, усиление этой мысли. Двадцать первый отрывок. Говорит царь Соломону. Будет кушать плоды ее. Дословно, если. Давайте разберемся. Когда говорится в Торе, это письменная Тора, это не просто сказки народов мира и не инструкция холодильнику. Это Тора, это связь с Богом. А Бога интересует душа человека, вечная жизнь и так далее. То есть это все равно мы сейчас говорим в концепции религиозных людей, когда есть Бог создатель мира, есть человек, который отражение Бога, есть душа, есть заповедь, есть вечная жизнь. И это Тора. Это не просто мудрости психолога какого-то. И вот нам говорится, когда здесь упоминается смерть и жизнь, говорится не о физической смерти или физической жизни, говорится о духовной жизни или о духовной смерти. Потому что написано, что цадите, они даже после смерти живые. Праведники даже после смерти остаются живыми. А грешники, они при жизни мертвые, потому что вся их жизнь, она на самом деле духовная смерть и пустота, и просто переваривание тонн пищи и превращение этой пищи в отходы. И вся их времяпрепровождение называется убить время, развлечься и поработать, значит, чтобы потом убить время и поразвлечься. Так вот, все это, опять же, и духовная смерть, и духовная жизнь, где она находится? В руках Лошона. То есть любая заповедь начинается с того, что человек, он внутренне решает, что я человек, который служит Богу, я верю в Бога, у меня есть душа, я делаю сейчас действие, которое заповедано как заповедь, я служу Богу. Ну, и, или же у него есть какое-то вожделение, он в этот момент говорит, да, типа, мне, конечно, хочется это сделать, но, но я же знаю, что есть Тора, есть Бог, есть моя душа, и, ну, и так далее. И он начинает, вот, опять же, и жизнь и смерть в руках языка. Причем иногда это бывает, бывает это, иногда, если мы переведем это на уровень вот просто жизни, да, такой, как бы, ну, самый нижний уровень. То бывает, что человек, например, подходит к, ну, вот, там стоит бригада бандитов, он подходит и говорит, ну, чего дурати тут встали, и нету его. Вот жизнь и смерть в руках языка, то есть он, как бы, сказал и исчез, да. Ну, понятно, а что значит жизнь в руках языка? Потом он, там, другая ситуация, какой-то парень, он подходит к девушке и говорит, девушка, выходите за меня замуж. Она выходит за него замуж, он потом ей говорит, давай, там, ребенка родим, давай. И жизнь тоже в руках языка. То есть, в, как бы, язык разговор, он ведет человека или к жизни, или к смерти и так далее. Теперь вторая часть 21-го отрывка. А что такое любящий ее, он будет кушать плоды ее. Кого любящий ее? И здесь, опять же, мы понимаем, что язык, которым разговаривает человек, это, в принципе, не его язык. Это как компьютер, в который загрузили программы. В каждого из нас загрузили с детства, был такой компьютер без программ. Загрузили набор убеждений, набор принципов, набор выражений, набор каких-то метафор, набор всего. И дальше у человека на его жестком диске появляется набор вот этих выражений. Одному говорили в детстве 150 раз в день, я тебя люблю, там, ты любимый и так далее. Для него любовь, любимый и так далее. Это для него, ну, естественно. Другому говорили, там есть известная история, как в одной семье Вовочка до пяти лет думал, что его зовут, заткнись. И все. И он, значит, ну, то есть, есть такое вот, когда кого-то прессовали. Значит, у каждого человека есть набор мысленных конструкций, из которых он лепит свои решения. То есть, просто он не может, как бы, решить поехать там на Мадагаскар, если он никогда не слышал слова «Мадагаскар». И слово «поехать». То есть, у него просто, ну, никак оно не будет лепиться. Знаете, как физрук один пришел на дискотеку, думал потанцевать. Но как он не старался, а получались только отжимания и приседания. Да, то есть, он все равно, как бы, шел на своей волне старой. Так вот, значит, любящий ее будет кушать плоды ее. Здесь имеется в виду любящий ее, любящий Тору. Потому что Тора – это интерфейс, который связывает человека с Богом и с истиной. То есть, истина, она не может, ну, вот, в человека попало множество. Возьмем обычный человек. Нету Торы, есть обычные люди. Значит, в него попадают схемы, взгляды, идеи обычных людей, которые ничего не знают про Тору и Бога. Значит, из этого материала что он сможет слепить? Значит, сейчас. Ну, в общем, есть какой-то, у меня сразу всплыл какой-то, ну, полу всплыл, полу не всплыл, какой-то очень пошлый детский анекдот про мальчика, который что-то лепил и так далее. То есть, у меня когда-то вот мой интерфейс загрузили в Харькове, в Харьковском спортинтернате, во дворе, я недавно приехал в этот двор, я ужаснулся, да, вот, Харьков. Я вырос на улице Зерновая, улица Зерновая, и у меня было вот прямо через дорогу там, ну, не через дорогу, через где-то метров 300 от дома была тюрьма женская, женская тюрьма. Рядом был завод Чермет, черных металлов, я в детстве в 5 лет на нем потерялся. На Чермет мы ходили лазить по этому металлолому. Милиционера, да, вот это у Симоны та же, тоже была как бы прошлая, да, милиционера мальчик лепил, да. Я не буду рассказывать этот анекдот. Мы с Симоной Штурлеттой посмеемся вместе, но не будем его как бы выводить. Пусть умрет этот анекдот, ужасный анекдот, вот, и я и Симона его знаем про мальчика, который лепил милиционера из песочка и там со смесью. К чему я говорю? Давайте вернемся к отрывку, да, что если у человека есть в его интерфейсе, в его хранилище, есть только вот эти вот анекдоты, песни про старуху, шапокляк и так далее, он не может слепить себе вечную жизнь, он не может из себя создать духовного человека, у него нет интерфейса на это, нет материала. Поэтому любящий ее, имеется в виду любящий Тору, он будет, он будет что делать? Будет кушать от плодов ее. То есть вечная жизнь, она может прийти человеку только от того, что он размышляет и использует в своих решениях и в мышлении, использует элементы, из которых строится вечная жизнь, истории. Понятно, да? Да, да. Очень хороший тоже Борис Малеров анекдот вспомнил, что как Кай отвечал Снежной Королеве, ну все уже прочитали, что не могу из трех букв У, Х и И сложить слово бесконечность, но никак не могу. То есть она ему дала одну, три буквы и говорит, сложи слово бесконечность. Он говорит, я не могу сложить слово бесконечность из этих трех букв. Вот это вот, мы находимся в таком состоянии, реально. Не мы, мы-то уже прошли уже 18 глав притчи царя Соломона, то есть у нас уже материальчик-то есть, но в принципе обычный человек, которого ты на улице встретишь, он слово бесконечное в жизни не произносил, ни разу. То есть для него бесконечность, душа, вечность, он вообще не знает. А мы уже знаем, что в душе есть там три уровня. Нефеш, Рох, Нишама, есть, ну и так далее. Понятно, да, идея? То есть любящий ее будет есть от плодов ее. Я хочу закончить сегодня эту главу, давайте сейчас двигаемся дальше. Двадцать первый отрывок. Двадцать второй. Маца Иша, Маца Тов. Нашел жену, нашел добро. Иша, нашел женщину, нашел добро. Вот так дословно переводить. Вайафек, рацион Маашем. И вытащил желание от Бога. Очень загадочный отрывок. И здесь мы входим в самую сложную тему взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Вообще вот этот вот странный мир, Бог создал мир вот таким вот двухполюсным. Зачем он это сделал, непонятно. Представляете, как было бы там удобно было бы, если бы только мужчины и плодились почкованием. Или женщины тоже почкованием. Ну то есть как-то было бы более-менее понятно, однородный мир. Мир неоднородный. Вот есть два вот этих вот, женщины с Венером, мужчины с Марса. И каким-то образом нужно, чтобы они соединялись. Значит, написано, нашел жену, нашел добро. То есть, что такое нашел жену в конце? Последняя глава посвящена именно этому. И там есть такая 31 глава в конце. Эшетха Аль Миемса, кто найдет доблестную жену? Рахок Мипнини Михра. Это ее цена дороже, чем жемчуга. И там идет объяснение полностью до конца притчи. Притчи заканчиваются. Концовка, последняя глава, финиш. Вот это вот завершение. Именно там все про жену. Какой должна быть жена, которая вот реально, там есть перечень. Перечень по пунктам, какой она должна быть. Практически это нереально. То есть найти вот именно, чтобы совпадало по всей документации. Ну, я мало такое встречал. Говорят, что царь Соломон эту песню он маме своей написал. И у него была тысяча жен. И он, видно, он хотел собрать этот собирательный образ. Просто в одной ему пришлось тысячи собрать вместе, чтобы подошло под его спецификацию описание мамы. Значит, но здесь он нам говорит, пока есть в 18 главе, что тот, кто нашел жену, он нашел добро. То есть вообще, в принципе, человек, он создан для парного существования. То есть Бог так создал, без этого невозможно. То есть он прямо обязал человека, плодитесь и размножайтесь. Это важная заповедь. Мужчина без женщины, он не является полноценным. Полноценным и, значит, самореализация, возможно, только вот в соединении мужчины и женщины. Но если это настолько сложное дело, что оно сразу человеку показывает, вот сразу, он пытается соединиться. И если у него есть какие-то пробои, у одного или у второго, то эти пробои сразу начинают прямо искрить. Знаешь, как искрить, потом замыкание, они разошлись. Потом он опять пытается соединиться. Да, вот Виталий Пикман как раз на этом месте зашел. Опять он вроде соединяется, а потом опять искрит, 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 потом разбило. Теперь тут есть, какие есть варианты. Есть вариант, что он нашел женщину, нашел добро, но он не ту женщину нашел. То есть его критерии поиска, он все время находит то, что вообще ему не подходит. Есть вариант. Есть вариант. Есть вариант, что у него есть какой-то сбой. Есть, скорее всего, вариант, так как у нас у всех, к сожалению, заполнен жесткий диск не торой и правильной схемой поведения. То у обоих есть сбои. И вот как раз, когда они, вот эти вот сбои начинают искрить, в эффект рацион Мэшем. И он понимает, выходит здесь желание от Бога. Какое желание от Бога? Чтобы человек добивался совершенства. То есть, чтобы он развивался, добивался совершенства. Поэтому в Талмуде очень много, очень много раз описываются истории несчастных семейных отношений, в которых обычно мужчина терпит и мучается, и страдает. И, значит, говорит, что это вот так вот мне от Бога исправление. Значит, у меня уже ад здесь, на этой земле. Так я теперь сразу попаду в рай. Значит, уже как бы это мое исправление. Потому что когда Бог создавал женщину-мужчине, прям первая же фраза в Торе написана. И создал Бог ему эзеркенэгдо, помощника против него. Прямо женщина так и называется, помощник против него. Удостоился, Раши там объясняет. Если он удостоился перед Богом своим поведением, своими, ну, то есть он тогда помощник. Не удостоился против него. То есть она сразу искрит. То есть женщина, она такой как элемент. То есть если она жена, она по-любому привязана к мужу. То у нее есть, как бы, ну, на нее действуют законы внутренние, что написано, что он будет на ней властвовать. И к нему будет ее влечение. То есть женщине, мужчина необходим больше, чем мужчине женщина. То есть она от него зависит. Но не искрить она не может. Потому что у нее вот эта вот, ну, как бы структура, да, если есть какой-то у него пробой, то через нее оно сразу начинает его шпить. И, ну, вот такая жизнь, парни. Тут как раз сидит несколько неженатых. И один женатый, вот прямо здесь, а тот, кто женатый, он такой, да, понятно. А не женатые, а они, у них такое удивление в глазах, они надеялись на другое. Это, да, то есть, парни, это очень сложная вещь. Теперь дальше. Понятно, да, Наталья Рожкова искрит она. Видно, волшебное утро я искрил. Но нам-то через экран хорошо, искрите сколько угодно. Если будете слишком искрить, мы вас просто заблокируем. А когда человек женится, то он не может так жену просто заблокировать, выключить ее, и все. Значит, еще раз. Тот, кто нашел жену, нашел добро, и вытаскивает он желание от Бога. То есть, это идеальная ситуация. Теперь, давайте, два отрывка до конца главы осталось. Сейчас быстренько мы их пройдем, и все. Тахануним и Дабер Раж. Тахануним это с мольбой говорит бедный. Вэашир, яне, азот. Значит, а богатый он отвечает с дерзостью. Значит, Раж это тот, у которого было, а потом не стало. Тот, у которого были деньги, а потом они исчезли. Это Раж так называется. Есть несколько категорий бедного. Теперь, когда у человека идет провал, да, провал по деньгам, провал по финансам, по всему у него идет провал, то у него внутреннее состояние наступает неуверенности. И он говорит, говорит, смотрит в будущее, он смотрит неуверенно и подавленно. И это, кстати, этим и объясняется очень часто невозможность его выйти из этого заколдованного круга. Потому что, если человек думает, что будет плохо, то он как будто бы сигналит в небо, что я верю, что будет плохо. А тот путь, по которому человек хочет идти, его ведут. То есть, его как бы настрой вот этот негативный, он и создает дальнейшую вот эту вот петлю обратной связи на то, что, ну, события подтверждают его ожидания. Поэтому, он говорит, ну, у него подавленное состояние, он говорит с мольбой. Вы Ашир и Ане Азот. А Ашир, значит, у него сейчас есть, кто такой Ашир, у него прет там бизнес и все. И он как бы, откуда это берется? Это берется от того, что он не останавливается, а у него есть, ну, вот эта вот дерзость, что невозможно зарабатывать, достигать. Это как, похоже, как на войну, как на охоту. И он, значит, весь такой, ну, его ментальный настрой, да, там, борьба, конкуренция, все. Потом вторая сторона богатства, это постоянные нападки тех людей, которые хотят богатство забрать. И он все время, то есть, когда люди стремятся к богатству, думая, что оно их освободит от проблем, они ошибаются. Нам Тора говорит конкретно, будьте готовы. Умножаешь богатство, умножаешь заботы. И написано, сладок, сон земледельца, много или мало он покушал. У него забот нет, у него одна забота, пашня и чтобы дождь пошел. Все, вот его все размышления о завтрашнем дне. Теперь, сытость богатому не дает ему заснуть. Почему? Потому что у него там, здесь, тут встречи, тут проект, тут ему караван туда ушел, тут караван сюда ушел, тут налогово, тут пожарники, ну и так далее. То есть, у него все, тут ушел от него там какой-то его помощник и открыл конкурирующую компанию. То есть, поэтому он говорит дерзко. Это просто констатация факта, потому что это его внутреннее состояние. А внутреннее состояние человека Раш, который все потерял, оно прибитое и подавленное. Это просто нам здесь пока дается без советов, а просто, ну, констатация, как оно работает. Теперь и последний, 24-й отрывок в сегодняшнем уроке и в этой главе 18-й. Значит, есть у человека близкие, Раим это близкие, для развлечения. И есть любящий в единственном числе, который ближе, прилеплен к нему ближе, чем брат. Значит, здесь нам объясняется суть коммуникации. Есть люди, у которых много, ну, таких друзей, приятелей это называется. Вот такое слово, приятели. Типа, он мой приятель, там, и так далее. Значит, есть люди, которые, вот они такие, у них много приятелей. Но эти все приятели не друзья. Это все для развлечения. Пока хорошо, развлекаемся. Пока не хорошо. Как не хорошо, значит, и ни одного не осталось приятеля, и так далее. Да. Теперь любящий, он может быть только один. Любовь на иврите, если слово аава и слово один, это одно и то же числовое значение, 13, да. То есть, любовь и один, это одно и то же. Любить можно одного человека, друг может быть один, там, жена может быть одна. Все остальное это не любовь. То есть, любовь, она требует вот такого вот слияния, ну, как прилепление, да. И когда много приятелей, ты не с тем, ты не друг. И это только тебе для развлечения. И есть любящий, который ближе тебе, чем брат, который с тобой вместе, там, плохо, хорошо, поможет, ну, и так далее. То есть, это нам такой вот именно совет понимания, что такое любовь, как найти хороших друзей, как найти хорошую жену. То есть, нужно, чтобы это был вот такой единичный товар и уделять внимание, время, силы и так далее. Все. С друзьями, друзьями? Это именно с друзьями. Друг может быть только один, не может быть друзей много. Близких, они вот для развлечения. Вот так как приобретают, как переводят здесь. Есть приятели для забавы, тут переводят. Ну, литра Э, это для развлечения. Вы есть ОФ в единственном числе. Есть любящий, давек, который прилепился к тебе ближе, чем брат. То есть, он с тобой становится как одно целое. В единственном числе. Все, друзья, поэтому подумайте, подумайте над тем, что мы сегодня изучили. Еще раз можно это прочитать. Сейчас Влад Косов как раз поставит полностью расшифровку 18 главы. И есть, можно повторить уже, от 1 до 5 главы есть полностью все уроки, каждый отрывочек, есть полностью его перевод, объяснение и так далее. С Божьей помощью я хочу в этом году выпустить книгу по нашим урокам. Есть книга, кстати, кто не знает, есть книга по экклезиасту, по Каэлиту. Мы в прошлый год проводили уроки по книге царя Соломона, тоже экклезиасты. Там именно уроки о смысле жизни. Сейчас о том, как жить, а то было для чего жить. А следующий год будет, с Божьей помощью, будем изучать Шир Аширим. Если Бог даст здоровье и силы, будем изучать Песнь Песней. Все, значит, напишите три своих вывода. Давайте, три моих вывода какие? Что жизнь и смерть в руках языка. То есть, нужно фильтровать базар. Вот прям конкретно. Внутренний свой диалог надо фильтровать. И внешний надо фильтровать свой диалог. Потому что слова, описывающие реальность, становятся реальностью. Потому что, ну, слова сами по себе, это субъективное описание одного из, там, минимального элемента реальности. Но когда я их произнес, то слова сами, которые я произнес, стали для меня реальностью. Поэтому нужно очень сильно следить за словами. Сильно-сильно. И понимать, что если вам плохо, это вы себе описали, как оно плохо. Хорошо описали, как хорошо. Расставили приоритеты, вы расставили. То есть, так как слова это ответственность человека, то на нем ответственность за все, что он говорит, потом чувствует и так далее. И второе то, что я понял, что нужно действительно сфокусироваться на одном, например, друге, на жене одной, на детях. Детей трое, правда, как. Но нужно к каждому именно индивидуальный подход. Тогда с ним можно соединиться. Если ты просто, как бы, ну, такой конверно хороший, то тогда ты со всеми, ну, это такая поверхностная любовь. А настоящая любовь, это когда ты сфокусировано, штучно такой, ну, как бы занимаешься. Все, это мой вывод. Пожалуйста, всем шаббат шалом. Напишите свои выводы. Без вывода не считается. Три вывода напишите из сегодняшнего урока. Им поделитесь. Все, Зураб Асланян написал отлично. Это очень важно, научиться делать выводы, и эти выводы потом переваривать, обдумывать, произносить. Все, всем шаббат шалом, удачи, успехов, до воскресенья. До воскресенья.